Встреча с украинскими парламентами Встреча с украинскими парламентами И они получили то, что хотели У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции Или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами Это заявление министра экономики Украины Айвараса Абрамовичу согрянуло, как гром и молния среди ясного неба Молния же попала во вполне конкретного человека Это Игорь Кононенко Будучи представителем политической силы, которая выдвинула меня на пост министров В последний месяц он сделал очень многое, чтобы блокировать мою работу и работу министерства Министр заявил, что не готов участвовать в таких схемах и ушел в отставку Кульминацией этого кадрового беспредела и желания полного подчинения потоков Стало желание иметь своего зама в министерстве экономики Отвечающего за нафтогаз и другие государственные предприятия А плеуха, отвешенная Абрамовичусом, серому кардиналу БПП Игорю Кононенко Оказалась и пощечиной всей системе борьбы с коррупцией в стране Послы стран Большой Семерки потребовали встречи с представителями украинской власти Конечно же, все это не из-за Абрамовичуса, а из-за денег После революции США и Европа выделили Украине только в 2014 году больше 10 миллиардов долларов Которая красть не позволена Эти страны, их послы, их спикеры, очень хорошо понимают Как влада пытается показать видимость реформ Або заблокировать реформы, которые были проведены только через тиск европейской общины и международного фонда Высочайший коррупционный скандал уже вылился в то, что МВФ приостановили очередной транш 17-миллиардной кредитной линии Глава представительства ЕС в Украине Ян Тамбинский на дипломатическом языке объяснил, что дальнейшее кредитование Украины под большим вопросом Речь шла о том, что должны быть выполнены все положения, которые обсуждали с МВФ, чтобы открыть возможность для последующего финансирования Западные доноры давно ждут от украинских властей решительных шагов, а получают только решительные заявления Индульгенции за коррупцию теперь не выдают Парасолек, что до защиты тех или иных коррупционных схем в Украине не ясно Как оказалось, все же есть Это Игорь Каноненко Коррупционный скандал, который затеял министр экономики, так и не привел к сложению депутатского мандата обвиняемого В президентской фракции в парламенте нашлось только 8 голосов против Каноненко Мы должны очистить парламент от людей, которые виноваты в коррупции Для большинства депутатов страх, возможность заработка и слово старших товарищей оказалось намного важнее декларативной борьбы с коррупцией Сам Каноненко сложить мандат тоже не захотел Я уже втумился от беспоставных звинувачий Возможно, уже и не по своей воле серый кардинал и берущая рука власти уже стал для администрации президента человеком незаменимым Слишком уж много на нем завязано Это Румыния Одна из немногих стран Восточной Европы, которая стала примером успешной борьбы с коррупцией Четыре дня назад генеральный прокурор Тиберию Ниццу был вынужден уйти в отставку из-за того, что слишком часто использовал кортеж полицейского сопровождения Специфика румынской борьбы с коррупцией в реально проведенной судебной реформе Злоупотребивших чиновников тут действительно садят Поэтому после того, как Национальное агентство по борьбе с коррупцией подтвердило обвинение Главный прокурор страны, не дожидаясь ареста, сам подал в отставку Это жест чести и ответственности Я объявляю о своей отставке, так как это может негативно отразиться на имидже прокуратуры В Украине же все с точностью да наоборот Тот, кто обвиняет в коррупции, вынужден сам уходить в отставку Сегодня я принял решение подать в отставку Тот, кого обвиняют, остается при власти Отправлять пана Кононенко до НАБУ, это знаете, отправлять в НАБУ, это уже отправлять на три буквы Происходит это, потому что доказать политическую коррупцию в Украине практически невозможно А если дело и дойдет до суда, там коррупционные обвинения с большой долей вероятности и умрут Доказано в судебных процессах против Клана Януковича Членом которого суды неоднократно снимали аресты со счетов Не стоит надеяться и на антикоррупционную прокуратуру Это можно было бы довести, если телефонные разговоры Айвараса и Кононенко до этого записывались Но это можно было бы сделать исключительно в рамках оперативно-решиковых справ Найдутся ли следственные действия против Кононенко, пока тоже большой вопрос Почему так? Ведь у нас, кажется, появились свои независимые коррупционные силовые структуры, вроде как выстроенные по мировым стандартам Это такой элитный скальпель, который рассчитан действительно на элиту, управленческую, политическую и так далее Если же говорить о взятках-хабарях, то предполагается, что это уйдет ДБР, то есть Державное бюро расследований, которое вот только-только создается Они могут и должны изобличать чиновников любого уровня Мы имеем возможность проводить негласные следственные действия щодо тех субъектов, которые последние национальному и коррупционному бюро Антикоррупционные детективы с зарплатами в 30 тысяч должны быть защищены от коррупционных соблазнов Детективы отрабатывают большую зарплату, керевники подразделя, керевниство НАБУ отрабатывает большую зарплату Главный антикоррупционный прокурор получил особое полномочие Мне очень интересно, что я могу потребовать любое проведение, где я буду видеть, что там какие-то следственные действия проходят, что что-то другое Созданы специальные законы, которые позволят им вершить справедливое правосудие над чиновниками любого ранга Это держслужбовцы первой и второй категории, это высшие посадовцы, это министры, это главы и облдержадебнистрации, их заступники Это суды, все суды, независимо от уровня Казалось бы, все хорошо Но есть в антикоррупционной бочке меда ложка дегтя И не одна Про какую борьбу с коррупцией, про какие органы, про какую систему, про какую стратегию может идти мова Если мы не разделим владу и бизнес Почему антикоррупционные прокуроры отбираются сплошь из старой системы? Вы не знаете, сколько вы уже годы? В принципе, нет А сколько вы уже годы? Уже пять лет Кто уже два года саботирует борьбу с разграблением государства? Кто имеет наибольшие шансы показательно пересесть из высоких кабинетов в темные камеры? И кто никогда не окажется за решеткой? Реальная борьба с коррупцией или очередная мыльная опера для толстосумов из Европы? Смотрите прямо сейчас в «Украинских сенсациях» Кто знает, стали бы европейские ценности лозунгом «Майдана-2» года назад, если бы постмайданные политики знали, какую цену им придется за них заплатить Курс на Европу – это курс на борьбу с коррупцией Который в наших реалиях совпадает с курсом на посадку всех высокопоставленных чиновников В Европе борьбой с коррупцией занимаются специальные антикоррупционные органы – бюро или прокуратуры У нас есть антикоррупционное бюро, институты, которые контролируют финансирование политических партий У нас сразу можно посмотреть, кто и сколько дал политической партии денег Инесса Либеня Энгера – вице-спикер парламента Латвии То, что Украина проходит сейчас, ее страна прошла в 90-е Сегодня она приехала в Украину в составе делегации спикеров ЕС Посмотреть, как украинская власть выполняет обещанные Европе антикоррупционные реформы Это была одна из ключевых целей нашего визита Мы хотели увидеть эти реформы и показать северным европейским государствам, что в Украине идут реформы Но увиденное и услышанное, судя по всему, стало для европейцев настоящим разочарованием У нас этого нет У нас парламент состоит из ста человек Наши депутаты не ездят на дорогих авто Это все сразу увидят У нас все официально Все декларируется в электронном виде Все можно посмотреть Какая машина, какое имущество, доходы родственников Все это проверяется Все прозрачно Вы можете посмотреть доходы любого чиновника В Украине это до сих пор невозможно Украинские депутаты раз за разом проваливают принятие закона об электронном декларировании Который является ключевым для Запада при решении предоставлять нашей стране безвизовый режим или нет Год назад мы говорили в Европе, что нам не хватает антикоррупционных законов Теперь у нас есть все И законы, и специализированные структуры А результата все равно нет Мы встретились с генпрокурором, с прокурором антикоррупционным, НАБУ Мы задавали прямые вопросы о результатах, включая реальные уголовные дела Перед нами индекс восприятия коррупции по данным Международной организации Transparency International за последние 5 лет В этом рейтинге участвуют 175 стран Вот динамика прогресса Украины 2011 год, 151 место 2012 год, 144 место 2013 год, 143 место 2014 год, 142 место 2015 год, 130 место В этом же рейтинге Румыния на 58-м месте Грузия на 49-м Польша на 30-м Украина плетется даже позади России и Белоруссии За 2015 год в Украине создано более 10 различных структур и ведомств Задачей которых является борьба с коррупцией Почему их так много, чем они будут заниматься И не превратится ли это в политический пиар И еще два года назад все было просто Есть Генеральная прокуратура, которая проводила расследование, надзор и представление в судах Всех дел, связанных с коррупцией в рядах чиновников Экономических преступлениях и тяжелых криминальных преступлений Но сегодня все по-другому Национальное антикоррупционное бюро Украины Занимается расследованиями коррупционных преступлений чиновников, судей, членов парламента и правительства А также взятками свыше 25 тысяч долларов Специализированная антикоррупционная прокуратура Занимается процессуальным сопровождением дел НАБУ Надзором и представлением в суде Может изымать и передавать в НАБУ Любое подследственное СБУ, МВД или ГПУ дело Которое покажется им подозрительным Государственное бюро расследований Расследование всех резонансных криминальных преступлений Преступлений высших должностных лиц Преступлений сотрудников НАБУ и САП, МВД и СБУ Национальное агентство по розыску и управление преступными активами Выявление ареста и управление арестованным в ходе следствий НАБУ, САП, ГБР преступным имуществом Генеральная инспекция внутренних расследований ГПУ Будет расследовать преступления рядовых прокуроров МВД и СБУ будут заниматься расследованием коррупционных дел Не подконтрольных НАБУ, САП или ГБР Эти ведомства должны будут выявлять, расследовать и наказывать Как бывших расхитителей госимущества, так и более изворотливых и хитрых современников Десятка претендентов на посадку Если их не посадят в этом году, то уже не посадят никогда Кто они? Ну, выпустите, нет подозрения, нет ареста И сейчас так будет взлетать арест в Украине Золотые детективы Во сколько обошлись следователи НАБУ и кто мечтает стать прокурором, сажающим депутатом? Целью в антикоррупционной прокуратуре, в мене особисто, выступить на брифинге перед всей державой И почему в Украине борцов с коррупцией больше, чем самих коррупционеров? Это такая очень обычная для Украины схема, особенно что касается общественников То есть все ищут, как бы, такие темы трепетные, надеясь на этом деле подняться Окружение Януковича считалось рассадником коррупции и обогащения на бюджетных схемах Еще год назад именно этих коррупционеров украинцы хотят в первую очередь видеть за решеткой Теперь санкции против Донецкого клана частично отменены С большей частью списка санкции точно слетят, их после не продолжат А зачем это делать? Нельзя европейцам рисковать не только обличьем, а еще и потом компенсировать незаконно замороженные деньги Если украинская сторона сама не дает доказательства, злочинного похожа на эти деньги А разработанные ими схемы оседлали новые смотрящие Найгерша байдужость и паралич влады Когда покопались, один за одного покопались, або за гаманцы один одного И сберегли все схемы Януковича раскрадания Это то, что нас не влаштовывает, что может быть зруйновано Украинские силовики не готовы посадить за решетку ни смотрящих старого президента, ни любых друзей нового главы государства Мы не сделали самое элементарное, мы не дали всему свету доказательства, злочинного похожа на эти деньги В этой ситуации над украинской правоохранительной системой откровенно смеются Вот что написал на своей странице в соцсети Андрей Портнов, который руководил реформой судебной системы при Януковиче И здесь речь идет только о так называемых московских беглецах Итоги для разыскиваемых лиц неплохие Интерпол снял с розыска почти всех политиков и чиновников Кого украинские правоохранители объявляли в розыск Суд Евросоюза в Люксембурге отменил всем бывшим чиновникам международные санкции Суды Испании и Италии отказали украинским властям в экстрадиции лиц, которых ранее задерживали по запросам украинской прокуратуры Таким образом, за два года, имея беспрецедентную международную поддержку и всю полноту власти Украинские правоохранители проиграли абсолютно все международные юридические процессы Поставив под сомнение авторитет государства Януковичах, Курченко, Захарченко, Пшонке, отце и сыне Азаровых, Ахбузове и Клименко О доверенных лицах бывшего диктатора, оставшихся в Украине, вообще никто не вспоминает Юрий Бойко, бывший министр в правительстве Азарова и нынешний глава парламентской фракции оппозиционного блока Он один из ключевых деятелей эпохи Януковича, которого обвиняют в причастности к коррупции в размере 400 миллионов долларов Именно столько в 2011 году компания Черноморнефтегаз, курируемая Бойко, переплатила за две морские буровые установки Это те самые вышки Бойко Но Бойко, как во времена Януковича, так и сейчас, не потопляем Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин называет фамилии еще ряда одиозных регионалов, кому, похоже, все простили Нардепу Сергею Клюеву предоставили возможность выехать из страны и вывести свои сбережения К тем, кто остался в Украине, тоже особых вопросов нет Если даже представителей старой власти не сажают, то представьте, насколько вольготно в Украине себя чувствуют серые кардиналы в окружении новой власти Борьба с коррупцией в Украине стала не процессом очищения системы государственного управления, а политическим проектом Под антикоррупционными лозунгами уже создаются новые политические партии и проекты, которые должны подхватить падающий рейтинг БПП Причем создаются так активно, что возглавляющий антикоррупционное политическое движение Михаил Саакашвили Ради пиара своего проекта совсем забросил губернаторские обязанности Вместо борьбы со снегопадом в Одессе обличает коррупционеров в Харькове, Киеве и других городах Обвинив в коррупции с десяток человек, Саакашвили так и не удосужился подать ни единого заявления в прокуратуру о преступлении Каким мы будем расследовать справа, мы притянем Ты, если заявник, у тебя есть права и обовески, приди, дай показания детальные, и мы будем расследовать Когда встает вопрос о ответственности за свою заяву, когда человек поставит подписчик, что он предупрежден за прокуратуру о преступлении и правдивании Энтузиазм тех людей, которые делают гучные заявки, он сразу кудись пропадает Мы будем делать все, и я, и яситник, для того, чтобы не перетворювать наші структури новостворені в такий, знаете, ринг для политиков для выяснення стосунків Когда один політик пише на другого заяву, другий пише на першого, а третий пише на перших двух, и переверите меня також И это уже происходит? Это уже происходит, поэтому наша мета, чтобы это не перетворювать на боксерский ринг такий, с вирішением стосунков составляющих между политиками Борьба с ветряными мельницами настолько захватила умы политиков и общественных деятелей, что настоящую коррупцию, с которой ежедневно сталкиваются простые люди, они не замечают Хабар и відкат – вот ще для людей коррупція Где, зазвичай, в якому сегменті суспільних відносин відбуваются хабари, дача и отримання хабара, и де відбувається організація и отримання відкат Звичайно в бизнесі, звичайно в економіці Названня ведомств, которые в Україні тепері хотят бороться з коррупцією, не запоминають даже специалисты Их стало слишком много Фактически создаються клоны нынешній генпрокуратурі СБУ і МВД, но на європейські деньги Я еще раз скажу, и СБУ, и полиция, структура МВС, и Генеральная прокуратура Мают всі можливости без створения новых органов бороться на видном уровне с коррупцией І саджати, на побутовому рію, саджати, заграти самих високих посадовців і самих, і самих богатих бізнесменів, олігархів, які у нас є Сломати голову в цьому чертополохі антикоррупційних структур дуже легко Але, похоже, несмотря на їх обіля, основними могут стать две Це національне антикоррупційне бюро і специалізованна антикоррупційна прокуратура, созданная по образу і подобію европейських інституцій Чем вони займаються і чим відлічаються від старих борців з коррупцією типу ГПУ, УБЕП і СБУ? Ми попытались розібратися в цьому, встретившись з главами двох новосозданних ведомств В цьому неприметному зданні в центрі Києва раніше працювали чиновники Міністерства промисленні політики Сейчас тут спробуються розпутати коррупційні схеми чиновників Делають це детективи Национального антикоррупційного бюро Їх лиця просять не знімати У детективів – високі зарплати, в середньому от 30 до 35 тисяч гривень, і к ним – високі требования Це є неефективне коррупційне управління державними активами і державними підприємствами найбільшими з них Вибачте, це є політична коррупція Коли в парламент заходять гроші, купуються депутати Це ваше справа С директором НАБУ Артемом Сытником мы беседуем в зале для совещаний, оформленном с присущим для прокурора в Лоском Артем Сытник, 1979 года рождения, в органах прокуратуры с 2001-го Работал помощником прокурора, следователем, старшим следователем В 2004-м году руководитель следственного отдела прокуратуры Кировоградской области С 2008-го по 2011-й возглавлял следственный отдел в прокуратуре Киевской области Уволился из-за несогласия с политикой режима Януковича С октября 2011-го занимался адвокатской практикой 6 апреля 2015-го года возглавил Национальное антикоррупционное бюро Украины Во время его представления президент заверил, что в Украине больше нет индульгенций на коррупцию Индульгенции за коррупцию тепер не видають Парасолюк щодо захисту тих чи інших коррупційних схем в Украине не існу Но фактически за 8 месяцев главный антикоррупционер Украины Ещё не посадил ни одного украинского коррупционера Как и не разворошил парламентское коррупционное гнездо Сытник парирует Бюро не могло начать оперативно-розыскную деятельность вплоть до конца ноября Пока не был назначен руководитель специальной антикоррупционной прокуратуры Дела в активе НАБУ есть, но явно не такие громкие, как хотелось бы обществу Детективы выясняют, откуда у гражданской супруги военного прокурора Константина Кулика дорогая машина В НАБУ рассказывают, что уже занимаются проблемой коррупции среди судей Проанализуйте географию затриман судей Это Львов, Ревне, Харьков, Северодонецк То есть фактически вся Украина была охоплена Харьковский судья остальний там Было виявлено в ходе обшуку, ну в ходе огляду кабинета Одразу після затримані машинка для перерахування готівки Впрочем, главным заданием НАБУ было расследование и возврат миллионов украденных режимом Януковича Однако найти деньги бати и его семьи пока не удается Детективы расследуют Кто-то из сотрудников Генпрокуратуры причастен к снятию ареста со счетов беглого экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского на сумму 23 миллиона долларов Пока тоже безуспешно Успешность расследований громких коррупционных заявлений в отношении новой власти тоже пока под сомнением Результатов все еще не видно На следующей неделе в НАБУ ожидают визита подавшего в отставку министра экономики Айвараса Абрамовичуса Детективы хотят узнать, каким коррупционным схемам может быть причастен нардеп заместитель главы БПП Игорь Кононенко И если Айварас даст показания, дело будет заведено Между тем, ресурсы на следственные действия у НАБУ более чем весомые На 2016 год бюджет антикоррупционных прокуроров почти 500 миллионов гривен Детективы, они отримуют великую заработную плату Керевники подразделя, керевництво НАБУ Машины такие, чтобы давали возможность выполнить функции детективы Ну, приблизительно, я думаю, там, Hyundai, Kia Но, не испытывая недостатка в финансировании, НАБУ уже несколько раз отметилась в скандальных закупках Так, для нужд детективов закупили ксероксы по 70 тысяч гривен Хотя в интернете за пару кликов можно купить по 40 тысяч У общественности возникли вопросы и о закупках для спецподразделений НАБУ В частности, футболки с коротким рукавом для спецподразделения НАБУ закупили по 1116 гривен Брюки демисезонные по 2052 гривны Зимние сапоги 5536 гривен Термобелье регланы-кальсоны 2524 гривны И это еще не все К нему идет утеплитель с системой защиты от атмосферных осадков за 6950 гривен В целом получается по 53 тысячи гривен на одного бойца Как и обычно, в таких случаях Артем Сытник все эти траты считает обоснованными Не голыми же руками ловить толстосумов с вооруженной охраной Я не выключаю того, что будет сопротив певным детективам, когда они будут пытаться провести процессуальные следующие действия Кто мечтает стать антикоррупционным прокурором и приходит на собеседование в часах, подаренных пшенкой Сколько коштует ваши часы? Часы? Ну, подороговый 30-летний генерал За что еще никого не посадившему Назару Холодницкому дали такой карт-бланш? И кто тормозит создание Государственного бюро расследований аналога американского ФБР? Украина превращается в полигон для антикоррупционных испытаний Количество борцов с коррупцией зашкаливает все допустимые нормы Объяснение этому есть Борьба с коррупцией, как бы это парадоксально не звучало, выгодное дело Вот в Украине конкретно борьба с коррупцией это супер выгодное занятие Чем? Тем, что там на нем прекрасно можно обогатиться Можно имитировать борьбу с коррупцией Зато можно возбуждать дела, проводить проверки Отсылать всяческие письма, вызывать там на какие-то опросы и так далее и тому подобное Кроме судей на мелких взятках и армейских воришек, пока никто не попадает в сети правоохранителей Мы будем ограничиваться вот такими абсолютно единичными случаями Вот, единичного там майора вооруженных сил Украины, там какого-нибудь управления тылового обеспечения Вот, арестовали при получении взятки за Штат генпрокуратуры, не способный после Евромайдана никого арестовать и посадить на долгие годы, тоже увеличивается на глазах В ее структуре создана Генеральная инспекция внутренних расследований и безопасности Ее сотрудники будут выявлять оборотней в прокурорских мундирах Здесь же Управление по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, занимающими особо ответственное положение Отдел по расследованию коррупционных уголовных правонарушений, учиненных судьями А еще есть Государственное бюро расследований, руководство которого назначается Кабмином Это аналог американского ФБР в частине важких криминальных злочин ГБР должно расследовать самое резонансное коррупционное преступление, совершенное должностными лицами Включая главу государства, членов правительства, народных депутатов, судей, прокуроров, а также служебных лиц НАБУ и прокуроров САП А есть еще одно мертворожденное дитя Нацагентство по вопросам противодействия коррупции Со дня создания агентства прошел почти год Все это время ведомство существует лишь на бумаге и вокруг него постоянно плетутся интриги Депутаты боятся не национальной агенции Они боятся новой формы декларации, прописанной в законе Яка вступает в действие, когда агенция поднимает эти руки Вот этого они боятся Тому заблокировано все создание агента Заблокировано вот эту поправку, которую они в бюджет ввели Якою отклали запуск новой системы на год Это не случайность Я сейчас хочу, чтобы все мы понимали Интриги дошли до такого уровня, что уже в подписанном законе о государственном бюджете Оказалась поправка, откладывающая на 2017 год электронное декларирование А ведь с помощью электронных деклараций Планировалось мониторить достаток политиков и чиновников Сейчас основная причина беспокойства того же самого Европейского союза Это то, что создание национального агентства по предупреждению коррупции Запуск электронной системы имущественных деклараций чиновников Все это находится на грани срыва И, в общем-то, на грани срыва, соответственно, Украина рискует оказаться безвизового режима Хлопнув дверью, от своих полномочий члена национального агентства отказался нардеп Виктор Чумак По факту, следственный орган, который со скрипом, но создан, это специализированная антикоррупционная прокуратура Она зарождалась практически на глазах журналистов украинских сенсаций Когда я пришел в первый день, он ничего не имеет, где-то мебли начало шукать Кладешь по кабинетам, я один, но все четыре поверха, я один Рано никого не было Досье Назара Холодницкого Назар Холодницкий, 1985 года рождения, в органах прокуратуры с 2005 года Начинал в прокуратуре Киевской области С 22 декабря 2014 года первый заместитель прокурора Крыма В конкурсе на должность антикоррупционного прокурора получил 7 из 11 голосов комиссии 30 ноября 2015 года генеральный прокурор Украины Виктор Шокин Своим приказом назначил его на должность руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры 31 декабря 2015 года получил звание генерал-майора Главный антикоррупционный прокурор страны еще 1 декабря получил ключи от своего королевства А сейчас, когда уже немного людей набрали, уже 12 человек, это тоже не много, но они уже есть Знаете, уже на поверхности два начальника видела сидят, уже поверх не пустой, понимаете? Когда первый поверх пустой, второй поверх я один, третий, четвертый пустой В этом здании на ИСА Кяна 17 при генпрокуроре Пшонки работала Днепровская экологическая прокуратура Теперь именно здесь будут работать прокуроры-антикоррупционеры Поднимемся на третий поверх, там коридоры больше таки пустынные Тут же буквально сегодня зранку буквально картины повезли какие-то, где понаходили Сегодня зранку, чтобы даже их не было Вот, сейчас пойдем в... Картины сейчас запью в Пшонки? Десять, я не знаю, где они взяли, это я видел, материально очень забезпечен, напевно Может, они очень дорогие? Нет, я думаю, все дорогие были у него дома Кабинеты пока пусты, их владельцы уже прошли этап отбора и на днях займут свои рабочие места Решта кабинетов, как вы видите, пока еще не заселены, пустые таблички, кабинеты зачинены Вот, эти кабинеты все ждут своих властников 30-летний генерал Холодницкий готов отвечать за свою команду Мне кажется, какая посада важнейшая А я не могу сказать, что посада моя Важнейшая посада того, кто будет сидеть в этом кабинете Потому что это будут как раз те конкретные прокуроры которые будут действовать проведения профессиональных керевнистов в каждом конкретном проведении Это будут те прокуроры, которых вы будете видеть в заседаниях судовых которые сейчас стали модой быть открытыми и залучены в ЗМИ Это будут те прокуроры, которых, возможно, будут за кроватки тягать Те или другие люди, которые будут пробовать физический тиск Но эти все моменты, то, что я буду отстойвать, мы их будем все пересекать Люди должны понять, и в том числе, независимо, что это обычное гражданство, народный депутат А поплюжить, знущаться, как это бывает, вы помните заседания, какие, чем они были Это так делать не можно 31 декабря президент присвоил ему звание генерал-майора Но денег на работу антикоррупционной прокуратуры почему-то не дал Когда призначили меня на посаду, для меня было удивление, что, когда был внесен проект Держбюджета 11 грудня, который я помню, первый Назначено, что все высшие посадки государства неодноразово заявляли, что прокуратура и бюро должны быть профинансированы еще до завершения конкурса, до всех этих событий Для меня было удивление, когда эти деньги в бюджете не появились Соответственно, пришлось приделить легкую численность своего часа Это как раз с вопросом финансирования прокуратуры Какую зарплату ты будешь? Ну, не меньше, чем у директора НАБУ Тобто здесь будет 70-80 тысяч Это у меня У рядовых, как я сказал, 50-55 тысяч С учетом этого, в специализированную антикоррупционную прокуратуру конкурс был выше, чем в самый престижный украинский вуз На одно место 30 претендентов Проходите, присаживайтесь Кандидатов отбирала конкурсная комиссия, в которую вошли два народных депутата Борислав Береза и Игорь Луценко И по два представителя от общественности Генпрокуратуры и антикоррупционной прокуратуры Форум на данный час у нас есть У нас есть 7 членов комиссии В условиях конкурса, прописанных в законе Обязательный пункт о 5 годах стажа в органах прокуратуры Фактически это было соревнование среди своих Прокурорских Чужаков не допустили В конкурсной комиссии мы обговорили это вопрос Мы приняли решение вернуться до Верховной Ради Чтобы были приняты внесенные изменения Чтобы этот 5-летний барьер прибрали народные депутаты И чтобы уже когда будут следующие конкурсы Чтобы туда могли подаваться больше людей Сам конкурс состоял из проверки профессиональных знаний И тестов на логику Это загальность деменности Это логичное мысленное, креативное мысленное Можливость шукать нестандартные выходы Из сложных ситуаций Завершающий этап – собеседование Все эти дни интересно было наблюдать за теми Кто пожелал променять прокурорский мундир на антикоррупционный Кандидаты приезжали тестироваться на респектабельных автомобилях На какой машине есть? На Мерседесе сейчас На каком? На Мерседесе мыли Красовались перед членами комиссии в часах отбеглого генпрокурора Пшонки Сколько коштуют ваши часы? Часы? Это подарковые Сколько коштуют? Нет, так это от генерального прокурора часы Я, честно говоря, не знаю От генерального прокурора и той? Ну, от Пшонки Не имею значения от какого Это часы подарок Рассказывали о своих путешествиях в Шри-Ланку А вы подорожать любите, да? Люблю, звичайно А сколько коштует новый год? Я не знаю, не был Сколько коштует новый год в Дубае? Ну, я не был в Дубае, я не в курсе Не было точно? 100% В 19-м году Не был в Дубае, нет, я не отдыхал там Сказал, тут есть информация, что вы летали, выезжали Киев, Дубай, рейс Не, справа в том, что Это был транзитный рейс, я отдыхал в Шри-Ланте Некоторые даже не смогли вспомнить размер своей нынешней зарплаты За декабрь срок получили Лично я? Ну, как бы, если вам интересно, в принципе, бухгалтерию можно взять Я, честно, не помню Вы работали, вам нет? Ну, мне смски просто не приходят, я карточкой рассчитываюсь Вы не знаете свою зарплату? В принципе, нет А сколько вы уже будете? Уже пять лет И, по привычке, даже не интересовались зарплатой в антикоррупционной прокуратуре А сколько здесь вам зарплаты обещают? Ну, пока никто ничего не обещает Нужно пройти конкурс для начала В случае назначения можно будет разговаривать В каком-либо денежном вознаграждении за проделанную работу Отдельные кандидаты признавались, что готовы на все ради славы и сюжета на ведущих каналах В определенной мреею, мреею, целью в антикоррупционной прокуратуре У меня особисто выступить на брифинг перед всей державой И сказать, что за моей участию безусловно было засудено высоко посадовца Отвечали на неудобные вопросы о своих поездках в Крим после его анексии На борьбу с коррупцией стремились и стар и млад И даже сотрудники аппарата Генеральной прокуратуры По результатам тестирования на знания законодательства и общих способностей К собеседованиям было допущено 66 кандидатов Из которых комиссия выбрала 12 победителей И эти люди либо завоюют авторитет в первые же месяцы работы Либо превратятся в смотрителей на кладбище похороненных коррупционных уголовных дел Скандал вокруг давления на министра экономики И озвученные им обвинения в адрес политического тяжеловеса Игоря Кононенко Станет первым испытанием для вновь созданных и уже заработавших антикоррупционных структур Но станет ли власть содействовать расследованию детективов Или начнут чинить препятствия в объективном расследовании Но декларировать с трибуны борьбу с коррупцией это одно А внедрять ее на практике совсем другое И то, что с практикой властей проблемы уже открыто говорят в Европе Там уверены, что если Украина не начнет очищаться от казнокрадов У страны не будет будущего Министр иностранных дел Дании Йенсен заявил Если Украина не проведет реформы, связанные с минскими договоренностями То Европе будет очень непросто продолжать поддержку санкций против России Времени осталось немного Но шансы доказать, что идеалы Майдана не уничтожены коррупцией у нас есть Надо просто объединиться и перестать говорить, чтобы начать делать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...